И всем привет! У нас сегодня какое число? У нас сегодня 23-е, и сегодня будет явно много интересного, поскольку мы за неделю с Евгением немножко общались. Общались мало, чуть-чуть совсем, но там явно возникло много разных вещей, которые мы обсудим. Да, ну сначала я спрошу Евгения, как неделька прошла? Как она жизнь вообще? Жизнь. Ну, получилось только смотреть курсы, там задания поуполнять. Вот с GitHub, конечно, я встал в ступор. Ничего, сейчас разберемся. А на каком-то сейчас модуле я... Ой, я, конечно, экран забыл расшарить свой. Сейчас я с вами всеми расшарю экран. Я дошел до конструкторов. До конструкторов, окей. Так, скажите мне, господа, когда увидите или не увидите мой экран. Пока крутится-вертится. О, видно. Хорошо. В GitHub я заметил такую штуку. Там дело в том, чтобы дать права, надо добавить тебя в коллаборатора, и я добавил. Но у меня такая вещь. У меня до сих пор висит на сообщение, что ты не принял invite на эту репозиторию. То есть, если ты не примешь invite, то я не смогу тебя добавить. В принципе, давай сейчас прямо линк. Вот тут эту магию можно сделать. И если ты можешь прямо сейчас перейти по этому линку... Тыц, вот-вот. Да, наши слушатели увидят наш секретный чат, где мы договариваемся, когда мы там готовы будем. Вот ничего страшного. Да, если ты сможешь перейти сейчас по линку на GitHub, то будет классно. Посмотрим. Пошел. Так, хорошо. Отцептимейшн, да? Получается. Да-да-да. Надо заакцептить invite на эту репу. Угу. А я сейчас еще, я не знаю, есть ли... Глеб здесь? Есть. Я сейчас и его за... Так. А пока... О, все. Right, right. Вот теперь можно действительно делать push. Но, помимо того, что можно делать push, вот здесь в ишесах... Собственно, один вопрос был. Если, собственно, берется какая-то задача, и она начинается выполняться, то для того, чтобы задача выполнялась, ее надо засайнить. А сайнить это, в общем, тот, кто будет задачу делать. В данном случае мы уже можем засайнить Евгения, поскольку он заакцептил мой invite. Все. Теперь это ишес за Асанина, за Евгением. И, соответственно, да, задача будет... Задача была, и она остается запушить простенький readme text. Я так понял, у тебя возникли проблемы с вот этой частью запушить это хозяйство на репозитории. Правильно? Да, у меня никак не получалось. Хорошо, у меня такой вопрос. Насколько ли комфортно тебе расшарить твой экран, чтобы посмотреть, что происходит на твоей стороне? Это окей, если не хочешь, мы можем тогда с моей стороны смотреть, но, само собой, намного лучше, если твоими руками будем делать. Ты мне скажи, как это сделать. А, в скайпе есть такая кнопочка, только ты учти, я же экран записываю, поэтому ты можешь предварительно там все закрыть, чтобы ты не хотел, чтобы было видно. Но, когда ты решишь, там в скайпе есть кнопочка, плюсик, если на него нажать, то там будет старт, что-то там начать презентовать экран или еще что-нибудь. И... да. Ну, я через меню делаю звонки, демонстрация экрана. А, у тебя Windows, а у Евгения Mac, правильная операционная система. Так. Пока не вижу, как это можно сделать. А, у тебя есть вот этот плюсик снизу, там рядом красненькая кнопочка, плюсик, микрофон и видео? И, подожди, у тебя же Mac, правильно? Так, угу. Вот, у тебя в скайпе, по идее, действительно должен быть вот этот плюсик, красное повесить. Нету такого ничего? Нет, что-то такого ничего не вижу. Окей, хорошо. Есть, 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 плюсик вижу. А, окей. Так, демонстрация экрана, да? Да, 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 да. Оно самое. Я включил. Пока, 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 ооо, 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 я себя вижу, привет. Ну, хорошо, пошли смотреть в консольку, что ж у тебя происходит, собственно, и что там, чего, чего творилось. Да. Экран мы твой уже видим, поэтому... Раз. Раз-раз, меня слышно? Да, слышно. Да, слышно. Окей. Ну, так что, пошли в консольку, если ты сможешь нам показать, что у тебя происходит, то мы попробуем. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ начнем с простого. Давай посмотрим, ты уже коммиты какие-то сделал здесь, в этом репозитории? Ну вот я попытался спланировать его. Вот он у меня появился, получается. Правильно? Я сделал файл утренний и хотел его залить. Сначала делал git add, вроде он появлялся как новый файл, потом, когда делал git commit, ничего больше не происходило. Собственно говоря, никак у меня не получалось с этим. Хорошо. Давай сейчас, чтобы проделать это все хозяйство заново, что ты смотришь действительно на то, что мы проделали всю цепочку с git-ом сначала. Сначала давай. Хорошо. Я тогда сейчас попрошу тебе вот что сделать. В консоли зайти в ту папочку, куда ты захочешь склонить репозиторий, а я сейчас скину URL, который надо будет клонить, чтобы тебе не пришлось браузер открывать. я сейчас прямо в скайпе скину. Вот я попрошу тебе. Сейчас. Одну секунду. Окей. Сейчас я кидаю URL. Уже почти, 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 почти. Вот, собственно, URL что-то не копировать не пришлось. Я разверну твой экран. По ключам клонировать. По ключам, в смысле, для того, чтобы склонировать репо, ты говоришь git, клон и URL, с которого ты хочешь склонировать. Ну, можно же не через URL делать, а вот CSS-ключи вот эти. А, SSH-ключи. Ключи это для доступа на какой-то ресурс. Ключи это для того, чтобы ты получил доступ, но тебе все равно надо указать, что склонировать. Ну, хотя, возможно, я ничего-то не понимаю. Не, вот эту ссылку просто надо было скопировать. Ну, вот сейчас можешь скопировать. Я предлагаю HTTPS вариант. Да, вот, вот просто скопирую эту штуку обратно в консольку и Enter. Да, тебе надо удалить старую папочку. Для того, чтобы удалить старую папочку, есть RAM команда, но RAM команда удаляет файлы. Чтобы удалить папку, есть ключ минус R минус F. То есть, давай снесем, не-не-не, это не git, это именно отдельная команда, просто удалить папку. Мы сейчас подчистую снесем ее и заново создадим. То есть, смотри, в консоли есть команда удалить файл, это RM. Если кратко, это remove. То есть, давай даже... RAM писать. Да, но, подожди, даже не так. Давай сначала такой вопрос. Знаешь ли ты команду, как посмотреть содержимое папки? Но... Это как посмотреть... LST. Да, давай посмотрим, есть ли что у нас в нашей папочке. Ну, а наш ник-то кто? Да, чтобы его снести, надо воспользоваться командой RM. Давай попробуем воспользоваться командой RM просто вот как есть. RM пробел названия папки. Посмотрим, к чему это приведет. Ай-я-я! Не-не-не! Стой, 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 не-не-не! Вот, вот так не надо. Смотри, нажимаешь первую букву папки, большой T. Теперь нажми табуляцию. Табуляция это дополнить команду у нас... О! Отлично! И Enter. Вот, она тебе говорит, что, извини, tiktakto это не файл, это папочка, команда rm работает только с файлами. Для того, чтобы заставить команду rm начисто снести папку, есть такой ключ, называется rf. Один это рекурсивный, а f это force. Сейчас подробности, собственно, не нужно вдаваться, но если ты скажешь rm пробел минус rf и укажешь папку, то она теперь уже снесет папку. Точно так же, большое t и табуляция. Табуляция это самая важная вещь в консоли. Да, enter. И посмотри на содержание каталога, папочка исчезла или нет. Не, 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 не там. Угу. О, все, нет папки. Ну, а теперь давай клонить. Для того, чтобы склонить, ты можешь воспользоваться историей. Чтобы ходить по истории командной строки, можно нажимать кнопочки вверх и вниз. данном случае вверх предлагаю пока ты по истории не дойдешь вверх-вверх нажимаешь до тех пор в гид клон нажимаем ту-ту-ту-ту готова отлично давай посмотрим на содержание в папке через лс склонилась она или нет так ну и давай зайдем в папочку дик-так-той отлично смотри для создания ридми md я оставлю это попрошу тебя до следующей неделе посмотреть на формат маркдауна и сделать более-менее небольшой ритме я потом скажу что туда написать но пока что для того чтобы создать просто пустой файлик без ничего внутри есть команда touch переводится как прикоснуться если ты напишешь touch а потом имя файла которую ты хочешь создать она создаст вот файлик с таким именем touch пишется как т-о-у-си-си-эйч си-эйч пробел и название файла в данном случае мы хотим создать ридми точкой мди энтер да ну и посмотри создался он или нет всегда надо быть параноиком чуть-чуть и проверять на отлично да хорошо теперь можешь ли ты мне рассказать с точки зрения гита в каком состоянии находится вот этот файл ридми md ну как как незакомиченный ну как ставить как неопознанных нет другом для того чтобы получить да еще раз ссори ну как неопознанное какое-то слово есть вот там а состояние вот я кстати вот вот ты знаешь я спросил у меня слово то тоже у самого из головы вылетела а чтобы узнать на правильный ответ можно спросить гита как посмотреть статус гитстатус да ну давай глянем и вот он говорит антракт можешь ли рассказать что это значит ну что да выстрел где-то в правильную сторону он говорит что вот этот файл еще не тракается гитом смысле гит ничего о нем не знает и не начал вести никакую историю про этот файлик не проиндексирует она да самое яблочко хорошо собственно что произойдет давай его за и сделаем ему это сделаем комит если ты можешь рассказать параллельно что такое и что такое комит то будет вообще шикарно ну и давай сделаем собственно это комит на табуляция табуляция уже enter да да вот что произошло собственно сейчас вот мы проиндексировали этот файл вот теперь его надо закомитить я сейчас поскольку мы это еще записываем хочу сказать что все кто нам слушает вот если вы не знаете что значит проиндексировать то вот прям ставьте на паузу идите и читайте про и и и даже не думайте дальше 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 включать если не знаете что мы сейчас обсуждаем это так это для тех кто в записи будет слушать да ну и сразу а вопрос а что же делать не щебродом с виндовсом то так а с виндовсом у тебя есть сегвин и у тебя там такое же счастье есть то есть где там есть гид у тебя там есть сегвин и и все а как бы как ставить сегвин под windows у нас даже видяшка а подождите стойте стойте у нас же глеб записал видео как устанавливать ubuntu shell на windows 10 вот вот да вот вот это все это эксклюзивно раз корее чем но я к тому что да извините мы shell винды конечно показывать не будем там есть сегвин там есть все правильно да ладно мы немножко это в сторону отошли давай теперь закомитим это хозяйство да смотри подождите стой 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 я хотел сказать что ты можешь делать табуляцию на комит тоже то есть вот когда ты пишешь git commit ты можешь нажимать табуляцию и он дополнит команду вот вот попробуй сейчас да вот носи о написать например и табуляцию он должен по идее дополнить я могу ошибаться добавь ему чем я богу буковку о не табулирует жаль жаль ссори заставил зря зря снести слова за не дает зависит конечно от шала вот у меня вопрос что писать вот собственно вот кавычках изменения в кавычках пишут описание комита в данном случае это обычно однострочное описание комита это одно предложение в котором описываю что сделал да 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 это файл ритме md совершенно верно ну по существу и я кстати попробую найти есть очень хороший менуал о том как писать хорошие хорошие месседжи в комит месседжем окей окей давай теперь запушим это хозяйство и посмотрим что же происходит во время пуша и чего там такое страшное творилось вот он меня спрашивал тоже вот на этом почему то я дальше не мог пройти не принимал сейчас уже примет дело в том что это я обратил внимание поскольку invite был не принят то есть он где-то у почте был но поскольку он был не принят то у тебя не было прав кушать мы не подглядываем шутка ничего не видно вот теперь прошло да то есть на самом деле единственная проблема я не догадался сразу посмотреть когда ты спрашивал это просто то что invite не было принято то есть я-то invite выслал но я не посмотрел ничего творится с этим invite там дальше вот но он там возможно как это бывает спам попал где-нибудь и ты бы даже не заметил вот к сожалению такое часто бывает ну вот есть проблема была на моей стороне и на стороне репы теперь все запушилось а давайте пойдем посмотрим на репу как она выглядит а вот она да пошли на сам репозиторий пошли в сторону кода там слева сверху есть вкладочка код глянем что происходит отлично да отлично теперь смотри теперь ты можешь пойти в исусы и сказать исусы да 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 зайти собственно сам исус первый который и написать что-нибудь в стиле сделано вы а дальше ты можешь указать ссылку на комит прям так сделано вы и ссылка на комиты делается следующим образом на английском языке ставится решеткам это shift 3 не надо именно на английском и дальше надо хэш комита чтобы получить хэш комита придется опять консольку пойти и посмотреть git log git log log да нам надо посмотреть лог вот собственно всего один комит и вот желтеньким выделен его хэш вот начинается 6 9 6 в принципе можешь весь его скопировать и сделать коммент зеленой кнопочкой сейчас посмотрим потянулся ссылочка не потянулась вот же ладно значит ссылку как-то по-другому надо делать но бог с ним оставим хэш есть и и бог с ним хорошо давай теперь мы эту багу можем спокойно закрывать снизу есть close issue вот можно на нее нажать бага выполнена чего you can't comment this time ну и бог с ним что бы это значило я не знаю почему именно в это время нельзя комитет может быть из этого а хотя стой не странно 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 слишком раннее утром так так это только что же комментарий был добавлен это прям совсем странно можешь попробовать на leave a command нажать добавить какой-нибудь текст напиши просто английскими done и бог с ним да че-з-о д-о-н-и сделано и кнопочку close а почти о отлично отлично вот и все закрыли да хорошо давай теперь собственно я расшарю свой экран вернемся к моему экрану если не против и обсудим скажите видно мой экран или нет крутится-вертится крутится-вертится до сих пор нет все переведом появилась вообще вообще-вообще-вообще сейчас я посмотрю на код сейчас я напишу в этом файлике для одного для того чтобы продемонстрировать один пример я возьму файлики напишу всего одну строчку титул тайтал это по факту я делаю эды комит просто делаю это из из веб юая и в комит месседжем сейчас посмотрю номер и 6 и 6 у нас номер один до еще у нас один вот номер один у него даже стоит номер один так вот в комит месседжей я могу сказать апдейт текст и как то сказать что это делаю в и 6 и номер один то есть вот этот комит относится к и шуи номер один я могу просто в комит месседжи поставить решетку 1 это его то что я на самом деле забыл сказать когда евгений писал комит месседж консоли себе написал решетка 1 смотрите что произошло бы посмотрим на наш и 6 во наш еще автоматически подхватил мой комит вот он добавил комит прямо внутрь и 6 и теперь нам не надо не надо выше из говорить что вот она сделана вот в таком-то комите то есть если внутри сообщение комита есть ссылочка на и 6 то она автоматом подтянется в это и 6 и и собственно не придется писать что вот сделано вот там то там то вот этот вот простой переходик понятен или не совсем чуть не совсем понял хорошо смотри щас 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 сейчас сделаю все как заново в консоль кем так я не помню меня склонен или нет у меня он склонен не был идем в папочку тик так той открываем ритме я открыл файлик я щас добавлю буквально еще одну строчку title 2 или нет я лучше удалю отсюда все что же происходит я лучше отсюда все удалю странные настройки вима а это я в капслоке окей я удалил все содержимое все содержимое ритме само собой сейчас у меня есть изменение в ритме я щас сделаю это дым вот до этого момента все понятно я склонил удалил содержимое ритме и сделал это ритме а теперь смотрите финт ушами я делаю комит говорю ритме md с бин рейс то есть мы удалили все содержимое и ставлю номер и 6 а давайте вообще для полноты ощущений чтобы вообще все было правильно сначала я сделаю новый и 6 я назову его так очистить содержимое файла ритме точка md исполнителя я поставлю себя и собственно создам это и 6 вот у меня есть и 6 вот она выглядит так и 6 номер 2 теперь в комите где я выполняет и 6 я ставлю и 6 номер 2 то есть я говори ритме d has been erased и ставлю этот номер 2 делаю enter теперь я могу сделать push push сделан теперь я иду на github обновляю эту ищу и вот мой комитик который привязался к этому ищу автоматически гитхаб посмотрел что посмотрел он вернемся к коду вернемся к комитом он посмотрел что есть вот комит номер 3 в этом комите номер 3 и вот такой вот хешик и в нем есть ссылочка на ищу номер 2 и автоматически добавил этот комит к ищу теперь я в принципе могу сюда зайти у меня уже есть вот этот комит месседж здесь уже есть ссылочка на на сам комит могу просто сказать все ищу закончены и все и больше ничего не надо моды закрыл он закончен вот понятно как мы соединили комит ищу сам на гитхабе да вот отлично давай теперь поставим третий ищу с которой уже собственно будет на следующей неделе я бы хотел чтобы было две задачи для тебя задача номер день создать создать описание проекта в файле ридми md вот эта вот задача включает себя так или иначе изучить формат md это очень простой формат формат маркдаун да он ну и собственно создать описание создать описание в описании обязательно необходимо как минимум это написать что за игру разрабатываем участники проекта ссылка ссылка на правила игры я не знаю что еще там можно поставить если чё вдруг придумаешь то можно еще поставить но основная идея чтобы те кто заходят на основную страничку они могли понять быстро о чем это о чем эта страница сейчас я пытаюсь объяснить что имею ввиду дело в том что если у вас есть ридми какой-нибудь то этот ридми гитхабом отображается вот здесь данном случае у нас ридми пустой поэтому видим этот пустой квадратик но давайте например пойдем на проектик такой фреймворка по распределенным нейронным сетям mx.net и вот их ридми вот он так красивенько вот заходишь на гитхаб и вот ридми который описывает как собрать проект что это за проект двух словах и вот это все красивенько это что вы сейчас видите это подтягивается ридми md в котором они при помощи маркдауна вот это все сделали гитхаб имеет маркдаун сразу же красиво отображать но на самом деле если вот нажму raw это вот 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 такое вот страшное но на самом деле не такой уж и сильно страшно чем-то похоже на html соответственно обычно все проекты так или иначе имеет маркдауновский файл где описывается что происходит соответственно на нашем проекте тик-так-той тоже должен быть маркдауновский файлик в котором написано что это за проект его пилит лицензия возможно ссылка на 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 правила игры в конечном итоге поскольку ты евгений один из контрибьюторов то ты имеешь право ревьюить код и если мы привлечем других других студентов чтобы они сюда сюда это далекое будущее чтобы они сюда комитили то чтобы ты был как и ревьюер человек который смотрит на их изменения принимает решение что там надо поменять но но это реально это совершенно далекое будущее того куда мы идем это первая задача задача номер 1 создать файлик ридми задача номер два вот это будет очень важная задача это создать создать UML диаграмму классов игры я бы хотел чтобы да мой русский намного хуже моего английского хотя мой английский тоже ужасен диаграмму наверно ух ты я даже угадал сагара диаграмму классов игры так я это сразу засаню на тебя так вот я бы хотел чтобы ты создал диаграмму классов игры и следующий раз в некотором плане презентовал презентовал я показал какие классы ты бы хотел чтобы были где модельки где контроллеры в общем да в любом виде то есть это может быть прям даже в пейнте нарисована неважно в любом которым тебе удобно но чтобы мы получили какое-то высокоуровневое представление о том как ты считаешь какие там классы должны быть и тогда уже с мы начнем двигаться собственно вот этой диаграммки угу угу хорошо окей теперь давай перейдем сейчас я оба ищуся запишу в наши логи значит появился сегодня еще с 4 и 6 3 давайте перейдем к вопросам если у тебя какие вопросы мы вроде с гитом решили вот эту вот незадачку и и сори если бы я раньше посмотрел на состояние инвайта я бы догадался но я не посмотрел может быть были еще какие вопросы по киту или по материалу лекций по материалу все вроде понятно больше вот наверное с игрушкой возникают какие-то вот даже в лекциях какие-то вопросы когда вот именно смотрю уже практику по типу теорию как но все достаточно нормально так понятно когда дело к практике доходит уже становится хуже да я к сожалению понимаю здесь было бы неплохо если бы ты смог приносить конкретные вопросы ну вот в том-то коде непонятно то мы тогда их смогли рассматривать да потому что да а вот наверное когда сейчас буду иметь диаграмму делать наши игры как раз там эти вопросы они там и появятся потому что игра одинаковая только это более усложненная ну да здесь как раз проявится я понял окей хорошо единственная просьба когда будешь заполнять ритми обязательно воспользуйся вот этим хуком связывания коммита с с ишисом окей ну тогда на самом деле мы уже вроде даже даже больше чем полчаса мы будем стараться в этих пределах это зависит от того на самом деле сколько вопросов будет если будет вопросов больше то будем сидеть пока будут оставаться вопросы но к следующему разу да собственно вот эти две задачи и я вот не помню на как конструктор это какой модуль 5 а так ты уже уже перевалил середину окей хорошо успеешь ли ты начать шестой модуль до следующих выходных попробую хорошо ну окей на самом деле модуль в неделе тут достаточно много вот но если будет получаться то было бы неплохо попробовать такими стахановскими темпами но это это не критично это абсолютно полностью up to you в каком темпе будет продвигаться окей да если ты будешь параллельно кидать вопросы то я буду готовить заранее какие-нибудь ответы ну в общем да задание задачи вроде понятны вроде дополнительных вопросов если я понял не осталось ну да окей хорошо тогда всем спасибо хорошо было провести мне вечер вам утро надеюсь также хорошо и до следующих выходных в том же месте то же время пока 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 пока